Работы по созданию экспозиции, посвященной СВО, начнутся в следующем году. Причем это будет не отдельный музей, а лишь экспозиция в составе всем известного военно-исторического отдела Крайеведческого музея, рассказывает директор Наталья Вакалова. Причем, несмотря на название, посвящена она будет только Донецкой Народной Республике. Мы должны рассказать об истории Донецкой Народной Республики, начиная с рубежа 19-го, начала 20-го века, о 90-х годах и начала 21-го века. И, безусловно, туда войдут персональные, личные вещи участников СВО. Задачи по созданию экспозиции были предоставлены президентом, причем довольно подробные. В экспозиции необходимо отразить причины начала СВО, основные ее события, героев, волонтеров, гуманитарную помощь бойцам. Обязательно должен быть интерактив, чтобы дети могли видеть всех участников. То есть, смотрите, из писем создается вот такая большая стена. Какая-то часть экспозиции будет стационарной, какая-то будет меняться. Героев много и показать всех сложно. Сейчас сотрудники музея связываются с семьями погибших и пытаются найти их вещи. Сегодня, к сожалению, Краеведческий музей не располагает еще материалами, связанные с СВО. И я думаю, что многие догадываются по причине. Нам очень важно отразить, кто что сформировало героя как личность. По мнению Натальи Вакаловой, в дальнейшем экспозиция будет расти и пополняться материалами других, новых территорий. Экспозицию, посвященную СВО, планируют разместить в Музее военной истории, наряду с экспозициями времен Великой Отечественной, Чеченской и Афганских войн. Сейчас тут ведутся ремонтные работы. Напомним, здание серьезно пострадало от пожара в 2018 году и долгое время находилось на консервации. Вообще, после пожара сильно здание пострадало? Горел тот корпус. В основном там пострадало. Ну, не так, что прям сильно. Вообще, пострадало, скорее всего, от недостаточного ухода. Спрогнозировать продолжительность строительства сложно, говорит эксперт. Какие-то работы приходится проводить по факту вскрытия стен. Здесь ведется комплекс восстановительных работ. Это усиление, восстановление фундаментов, инъекцирование, что на данный момент происходит. Восстановление стен, декоративные кладки кирпича. Собственно, кровельные работы начались, приступили. Внутри идет тоже восстановление сводов, стен. Кирпич с этого же здания, из подвала, изнутри демонтажной работы производили. Его аккуратно вынимают, очищают и потом его же используют обратно. Здания 1907 года постройки исторически восстановят полностью. Повторят фактуру, деревянные карнизы, кровлю с декоративными стоечками. Согласно предварительным планам, стройка должна завершиться в начале следующего года. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком.